Как идет частичная мобилизация в Чувашии? Что делать, если пришла повестка? Какая поддержка полагается мобилизованным гражданам? На эти вопросы ответили представители ГКЧС, Госслужбы по делам юстиции, Минтруда Чувашии и Республиканского военкомата во время прямого эфира, прошедшего в социальных сетях под эгидой портала Объясняем.рф. Во время разговора с интернет-пользователями жителям региона напомнили, что мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе. Приоритет отдается имеющим боевой опыт. Отсрочка предоставляется родителям с четырьмя и более детьми в возрасте до 16 лет и отцам-одиночкам. Участникам СВО гарантируется сохранение рабочих мест, а работодателям разрешено принимать временных работников. В пакете мер поддержки семей военнослужащих, бесплатное двухразовое питание детей, посещение ими различных кружков и секций, догодификация за счет государства. Много сообщений приходило по вопросам обеспечения мобилизованных омудирования. Люди также интересовались, какие социальные гарантии предоставляются военнослужащим, в частности, по погашению кредитов. Лицо мобилизованное, либо доброволец, либо участник специальной военной операции может обратиться в банк, иную кредитную организацию, либо микрофинансовую организацию, у которых он непосредственно получил займ суду, либо оформил ипотечное кредитование с заявлением с правом на получение кредитных каникул. Что собой подозревают, уважаемые подписчики, кредитные каникулы. Это льготный период времени, в течение которого вы вправе перестановить исполнение обязательств по тем договорам, поручительствам, которые я уже назвал, займам в том числе. Но для этого необходимо ваше выразивление. Выразивление ваше вы должны выразить не позднее 31 декабря 2023 года. Срок, соответственно, льготного периода, это на период мобилизации плюс 30 дней, либо на период срока действия контракта о прохождении военной службы, также на 30 дней.